Всем привет! Вы на канале ADF Plays. Сегодня будет небольшое видео, которое я делаю без особой подготовки, практически в лайв-режиме. А всё потому, что у меня есть для вас важная новость, которой я хочу поскорее с вами поделиться. Дело в том, что в последних сборках DOSBOX Pure было добавлено аппаратное ускорение 3D-графики. Подписчики моего телеграм-канала об этом уже знают, а сейчас у меня наконец-то дошли руки, чтобы как следует протестировать эту новую функцию и показать вам. Для тех, кто не в курсе, DOSBOX Pure это такое ядро для RetroArch, с помощью которого можно запускать DOS игры, а также игры под Windows 98. Об этом эмуляторе у меня выходило несколько видео, так что за подробностями я отсылаю вас туда, а сейчас давайте посмотрим, что же это за новая фича такая. Если мы откроем настройки ядра и зайдём в раздел видео, то там мы обнаружим пару новых пунктов. Во-первых, здесь мы можем включить аппаратное ускорение 3D-графики. А во-вторых, можно включить масштабирование, чтобы графика рендерилась в более высоком разрешении. Я попробую в двух словах объяснить, как это работает, и если я скажу какую-нибудь глупость, то поправьте меня в комментариях. Когда игра хочет отрендерить какую-то трёхмерную сцену, то она использует для этого какой-то графический API, такой как 3DFX Glide или Direct3D. У разных API есть разные возможности и разные команды, но в конечном итоге карточка Voodoo должна выполнить одну из двух базовых операций – это отрисовать пиксель и отрисовать треугольник. DOSBox Pure перехватывает эти операции и выполняет их уже на вашей основной видеокарте, используя команды OpenGL. И разумеется, что это работает намного быстрее, чем их выполнение на процессоре. На момент подготовки этого видео, эта новая функция ещё не вошла в официальный релиз DOSBox Pure, поэтому просто скачать новую версию ядра у вас не получится. Для моих тестов я использовал текущую версию с гитхаба, которую я сам собрал. Эту сборку под Windows я выложу в моём телеграм-канале и там же напишу, как её установить. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании видео. А теперь давайте, наконец, посмотрим, что же это нам даёт. Прежде всего я хотел разобраться, насколько выросла производительность в 3D-графике, и для этого я заново прогнал те тесты, которые уже раньше делал для сравнения разных эмуляторов. Первым на очереди будет 3DMark 99. Как видим, VirtualBox здесь не теряет своих позиций, а вот DOSBox Pure теперь уверенно опережает Ares Xbox и занимает второе место. При этом, если включить масштабирование, то результат становится немножко похуже. Кстати, о масштабировании. Давайте наглядно посмотрим, как оно работает. Сейчас слева вы видите картинку без масштабирования, а в правой части идёт картинка с 4-х кратным апскейлом. На качество текстур это никак не влияет, но видно, что если включить масштабирование, то исчезает лесенка из пикселей по краям полигонов. Теперь посмотрим на результаты бенчмарка Final Reality. Здесь DOSBox Pure уже выходит на первое место, опережая даже VirtualBox. Кстати, мне иногда пишут, мол, зачем нужен этот RetroArch, у меня уже в PCM всё работает или в обычном DOSBox. Ну, ребят, вы мне покажите вот такие цифры в бенчмарках и тогда уже будем дальше разговаривать. А ещё интересно, что будет, когда через пару лет вы перейдёте на ARM процессоры и VirtualBox или VMware вообще не сможете использовать для эмуляции x86 процессоров. А RetroArch, я напомню, работает на любых архитектурах и даже на мобилке его можно тоже запустить. В следующем списке у меня идёт Unreal Gold. Его я проверял в двух режимах, Glide и Direct3D. Сейчас справа идёт картинка в Glide, а слева в Direct3D. А результаты у нас следующие. В случае с Glide DOSBox всех рвёт, а вот в Direct3D он сливает, но надо сказать, что у меня раньше вообще не получалось Unreal в нём запустить. Теперь посмотрим на второй Quake. Здесь всё прекрасно выглядит, картинка с включенным масштабированием очень чёткая. А график выглядит вот таким образом. DOSBox Pure снова на первом месте. Причём обратите внимание, что раньше он был последним. Последним у меня в тестах идёт третий Quake. Здесь результат стал радикально лучше, хотя отставание от конкурентов всё-таки преодолеть не удалось. На этом у меня на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели. Вопросы и замечания оставляйте в комментариях, я их все читаю. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Но не торопитесь выключать, дальше я поставил нарезку из других игр, которые я протестировал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok